я бы хотел поблагодарить тех наших зрителей которые пристально следили за сериалом там из семи сюжетов о том как мы покупали машину ходили в дилер шип но маленьких там ну да да там некоторые по 20 минут есть но то есть так кажется что целый день потратили и я же их разбил на кусочки так чтобы вот в один в одном дилер шипе другом дилер шипе там еще где-то и народ пристально следил я тебе скажу света что на open house и так народ не ходит виртуальный как на автомобиль то есть это касается сердец каждого человека всех наших зрителей ну во-первых машины все-таки не покупается тоже каждый день и дом не каждый день дома и машина просто дома это может быть вообще не все когда-нибудь покупают вообще ну квартира ну во всяком случае мы тронули тронули этими сюжетами сердца людей вот они смотрели переживали со переживали советовали нам самые разные машины скажи солнышко вот одну вещь я только тебя спрошу то что многие спрашивают почему мы с тобой не пошли на ауди вот все таки она там была я тебе даже говорил давай зайдем что нам помешало зайти на ауди что я думаю что изначально ничего не мешало но изначально мы просто забыли включить в этот же список а потом когда уже мы ехали то уже у нас эта машина была то есть мы возвращаясь с делю шипа лексуса можно это вы имели ввиду поэтому как-то вот на обратном пути я думаю что это получилось наверное так случайно а может быть это не судьба потому что может быть там там сид на ауди все-таки тоже достаточно хорошего класса машины и я вам скажу так что у нас уже мерседес был как-то да вот персонально я люблю свои машины да то есть вот несмотря на то что там он поломался на 36 тысячах на него трансмиссия стала лететь что вообще говоря они не совершенно не неправильно внутри 6000 10 лет ездила поэтому тем же гарантии не было нет гарантии не было на это не было если этого 6 лет вот и она и все равно любила потому что она была очень красивая она была такого золотистого шампанского цвета очень красивая я очень любила и поэтому у меня даже знаете какие-то теплые чувства к мерседесу и к лексусу и просто потому что это были мои машины надо сказать что в точке зрения технической мой в мерседес который был собран штате по моему кентаки или там где его там собирали афроамериканцы значит мой был на порядок хуже в техническом плане чем светин который был собран в германии то есть у моего тот санру в какой-то момент перестал открываться вот поэтому я к своим машинам из этого теплое чувство и мне на самом деле мерседес как-то просто милее чем audi на котором я никогда не ездила я думаю что это тоже сыграла я хотела рассказать одну смешную вещь значит а когда мы были на дилер шипы лексуса значит там вот этот продавец китаец с ушами да он даже не китаец а он это малайзийские вот эти острова он с островов с этих тихоокеанские острова да да значит но он такой общительный ведь они все эти sales person такие общительные он стал со мной разговаривать там про иммиграцию как он попал в америку и все доброе хочу рассказать как он попал в америку значит когда его брат на минуточку работает в пиа и в этом самом как это называется со фентагония вот это работа вместе со воронах так вот когда случился у нас вот это september 11 да брат ему позвонил и сказал что давай переезжай в америку но он в этот момент был там в общем-то нормально устроен на нем все было хорошо на каком основании переезжай вот и он как бы отказался но дальше что-то он стал объяснять вот это я честно говоря не поняла потому что я от политики очень далекий человек то есть вроде бы как он сказал что на тех острова где он там живет там было несколько терактов и там разгромили какие-то гостиницы и бомба упала и сверху а потом какой-то вот этот самый шахид с поясом взорвался и когда уже это стало происходить буквально чуть ли там от него в общем ближайшем доступе он стал звонить брату и говорит знаешь чего давай все я решился буду переезжать и брат ему за пять дней из пентагона сделал предложение это самое на переезд приглашение приглашение что брат выступает спонсором но в соединении семей люди ждут десятилетиями до участия более братом тем более братом значит за пять дней у него было приглашение причем брат там перепутал что-то и не писал членов его семьи то есть когда он пришел в посольство получать получать то оказалось что вписан только он сам а у него двое детей и супруга не были вписаны и он говорит а как же так-то они вертся сейчас мы все поправим и на следующий день он пришел уже там были все то есть у пентагоновских свои коридоры значит это первым такая мини история а вторая мини история состоит в том как он оценивал значит нашу машину который мы хотели сдать что он распечатал у нас есть такие странички где собственно каждый владелец машины может пойти на интернет и приблизительно ее оценить эти странички дают некоторые диапазон и весы новые сервисы на вебинах это называется да дайблю бог ездить вы и выйди как говорит вот и значит и он не распечатал ты все и там давал диапазон где там девять с половиной десять с половиной тысячу так и он говорит да у меня же очень маленький малыш мало миль там наезжено и он говорит слушай говорит у меня есть клиентка она хочет машину своему сыну купить вот как раз примерно вот так вот за такую цену примерно потому что в принципе тоже там тысячи долларов получается разница да они могут дать больше могут дать меньше вот за эту цену поэтому если ты хочешь ты мне там напрямую свистни а он мне говорит выйти сейчас да ну череда вот 0 3 мили конечно еще раз вот вот твой выиграть он называется кэмбол линчестер ну так чего он хотел по своим каналам то есть это тоже очень для америки совсем как-то не характерно совершенно это тоже меня все-таки из какой страны я вот тут с товарищем вступил дискуссию как могли такого с сильным акцентом взять в продавцы у нас же вообще любые люди в продавцах ну да я говорю у нас на акцент никто внимание обращает он говорит но все-таки его же трудно понимать вот ягод его слушал я его с трудом там где-то не с ней всегда понимал его понимала абсолютно я понимал носит и слова и вот я не принял с какой стороны он по-моему сказал какие-то странно но я поскольку не сильно там можно переспросить можно переспросить сюда а ребята вы думаете нас легко понимать что вы такие то сам вы думаете что мы так вот прям чирикаем и нас тем не менее полную полно людей русскоязычных которые продают машины и они потихонечку там у них это же с акцентом и как угодно и ничего страшного дел там что и филиппинцы с акцентом мексиканцы с акцентом с какими акцентом то уж вообще кошмар у нас к полифорнии к этому очень терпимо относится если непонятно ничего три раза переспросят я рассказывал историю как когда мы приехали я там просила звать в какое-то учреждение и там была черная женщина по акценту я на что-то говорила я не могла понять собственно что она говорит и когда я пыталась чтобы она не другими словами сказал обташить и слова я не понимала что не знал начнем слов вот она мне 15 раз повторила все то же самое в той же самой формулировки чем совершенно меня до канала и в рудане бросила трубку потому что ожидал и что она скажет по-другому из африки и из европейских стран белые американцы они когда видят что их не понимаешь пытаются переформулировать афроамериканцы они абсолютно спокойно без всяких возмущений без ничего они тебе повторят то же самое один в один с той же интонации вот как будто на на пленку записал приматили там файл какой-то записал вода нова будет повторять вот то же самое причем она возмущалась она мне не говорила там что ты чурка там приехала сюда и говоришь там ничего не понимаешь нет нет она ничего она совершенно монотонно с той же интонацией повторял ту же самую фразу который мы сейчас едем по очень красивым местом называется сантанороу это как вы построили европейское такое вот местечко снимались снимали тут магазины дорогие в общем все такое симпатично и тут тесла вских держать что это у нас ведет потому что это сам конце вот это синий скрига на с другой стороны завел все это мы заехали сыра доверяю твоему навигатору хотя когда мы ехали вчера на моей машине мой навигатор вел меня иначе а вот интересно что в этой новой машине навигатор значит работает таким образом он может работать сам как навигатор а с другой стороны его дисплей можно подключить телефоны и он будет показывать все что есть на телефоне то есть можно телефон там бардачки держать внизу навигатор будет работать с телефона то есть это на самом деле очень удобно потому что у нас бывают новые районы которые в нашем старом навигаторе 10-летней данности просто нету мне уже раскрытиковал человек эту фишку со словами что разрешение твоего айфона намного выше чем разрешение вот этого экранчика и что качество картинки на айфоне намного выше и так далее и так далее я вам хочу сказать другое может быть это имеет место быть но у меня знакомая купила дом в новой застройки и там нету этой дороги вообще на карте она есть только на google maps а естественно моим старыми до 3 нет и может быть здесь разрешение это хорошее да но если нету хорошей держалки хорошие держалки куда вставить телефон чтобы смотреть на это жалко у меня была вот тут она прикуриватель стояла вот а раньше пока я не купила iphone так у меня не был держалки и держалка мы все вытащили из машины вот и это самое и получается никак не доберешься к ней поэтому тут конечно картинка картинкой но если есть это самое я покажу какая красивая у тебя машина да я тут вот и как протерла немножечко она чистая красивая но я думаю там без нас все протрут а это что а для стакашки да ну вот видите для стакашки одна всего тут что а тут прикуривай вот сюда как раз мне здесь держалка стоял прикуриватель вот интересно держалку ставят прикуриватель это очень удобно то есть идти по он сразу и заряжается и сейчас вообще у меня вообще прикуриватель от машине спрятано что стоял да да есть но все равно все нынче вот здесь бардаке конечно это очень удобно потому что там все шнуры должны как-то идти за счет как какие-то вот у тебя больно вольнодумные твои штанишки да вот как-то в такую солидную лакжури машину как бы ты знаешь что как-то может быть и даже сейчас уже и холодно в таких а мы просто день ходили в них и так уже было днем тепло хорошая машину показываю хочу хорошая чистая машина вот наезжена 39 тысяч пятьсот шестьдесят корр вот 39 560 пальцем а да 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 39 560 новая машина можно сказать мы ее любим ну мы не тоже однолюбую свет а скажи мне такую вещь почему мы машины меняем там раз десять лет о чем мы не меняем раз три года вот когда мы были на этом дилер шипе на мерседесовском и лена нам сказала что 75 процентов всех транзакций это лизы не потому что корпорации берут а потому что люди берут машину на три года потом меня потом опять менять потом снова менять я и все время ездит по новой машине я тебе отвечу во первых каждой новой машины не нужно привыкать может быть есть люди которые садятся любую машину ведут сходу вот я сейчас еду и немножко нервничаю сам я немножко нервничал это коммерс на самом конце но едем а он с этой же стороны он был с этой стороны просто поставили адрес это оказался значит там немножко нервничаю как я поведу вот мне нужно какое-то время на адаптацию к этой машине чтобы я уже чувствовала ее и знал вот аудио раз вис на браузер поздно вот чтобы я ее чувствовал поэтому для меня смена машины это не который стресс ну это пару дней сколько там это во-первых во-вторых с такой интенсивностью как я езжу у меня машина я сейчас считаешь она нового у нее конечно нету хороших фишек которые мне хотелось бы иметь у нее нету юсб борта вот багажник маленький там не работает у него этот отопление но и нету задней парковки да это мне все хотелось бы иметь но она вообще новая понимаете она на так мало наезжена что зачем мне еще набей к ней приспосаблюсь когда меня это устраивает резину оригинальную да у нее оригинальная резина мало того мы делали недавно сервису снимали в лексусе там буквально пару месяцев назад и я у них спросила ребята мне не пора за 10 лет резинку нет она в очень хорошем состоянии поэтому у меня нет такой потребности просто менять от того что она новая она и есть новая исключением того что она мне немножко поцарапать в районе колеса когда я каждый раз парку из бортику и царапают а вот все остальное замечательно она новенькая чистенькая красивенькая я ее люблю очень но смена машины как смена вообще чего бы то ни было в этой жизни всегда стресс а машина все-таки это еще и средства такое найти безопасном движении то есть зачем создать лишний стресс если можно не создавать но все-таки тебе никогда не хотелось вот все время новая новая сколько машин вокруг и ты думаешь никогда вот я в них не не посижу не но я тебе ответил во первых я пики то есть я не буду сидеть в каждой машине вот стоит впереди меня польсваген посад очень популярная машина а мне не хочется ее стоит вот тесла другой сейчас то многие спрашивают а чего теслу то не возьмете ну смотри она кабан такой куда мне такую здоровую мне не нужна такая большая машина вообще я хочу значит у меня в гараже очень мало места потому что там хранятся какие-то вещи там только-только вот на мою машину место поэтому вот такую здоровую поставить она мне будет от начала гаража до конца я не смогу даже зайти в багажник открыт зачем мне то есть должна быть какая-то все-таки разумность в чем-то да я поэтому искал и малю я очень надеюсь что это новая машина еще меньше чем моя мне так показалось по длине то есть она впишется в гараж и будет почему ты не рассматривала ведь очень-очень много есть машин вот и фольксваген есть такого класса к с типа как тебе нужен и хонда но я не хочу фольксваген и хонду а почему вот я даже смотреть не стала ну так она не ходит я хочу лапшери машина в чем смысл лапшери это самочувствие понятно что тебе допустим те понтица не перед ним а что тебе надо это самочувствие вот я себя самочувствую вот вы наверно в ауди я бы тоже себя нормально чувствовала биндавл и никогда мне не нравилось вот биндавл у меня ворочи и резко поршни но я же не гоночная нет у меня есть некоторые вот образ такой да и вот где мне вот хорошо как бы вот потом toyota rav4 такая красавица ну что ты не это по горам ездить но как же у меня маленькие поездочки такие чуть-чуть чуть-чуть немножечко не даже тесла понимаешь если бы теслу сделали такую маленькую как это я бы еще может быть ее рассматривал то что мне нравится что она может сама ехать там и все это но вот эти здоровые не совершенно нет но они собираются только со временем может быть что-то сделают ну да вот они за частом проблемы какие-то они там ничего не делают но это они модель 3 хотя бы маленькая она хотя бы соизмерим небольшая с моими потребностями потому что ездить на большой машине понимаете я же плохо паркуюсь то у меня проблемы с тем что я плохо так чувствую габариты машины зачем небольшая машина создавать лишнее это самое неудобство вот обычно советы исходили от мальчиков вот именно я думаю что ни одна девочка машинах не участвовал потому что для девочки машины не роскошь а средства девочки говорили как я понимаю светлану не могу парковаться вот и я тоже прямо вот кошмар позовите к бортику слава богу что все таки мы вами вот изменение об стивенс крик мини и послал даже нас в америке в основном все-таки паркин такой человеческий что можно заехать туда и это вот мини вот чего тебе купить мини куртан они просто для меня обли они некрасивые я не могу это мне не нравится это наверно действительно тест для любителя мне они прикольными как британским флагом на крышу они прикольные да но я себя в ней не вижу опять это это эти тут это какое-то самочувствие отношения внутренние да я чуть не купил вот биндовый вот свои пинда воду сколько мы раз вам не нужен вы нам мерседес сколько раз мы пытались сидеть столько раз нам было не комфортно и неудобные я вообще не а вот инфинити мы даже не зашли а в инфинити нет таких маленьких каков нам надо да а то мы на вебе проверяли ну ладно значит так хорошо я в свое время чуть было не купил мини купер мне хотелось маленькую машинку а вот он оказывается ничего страшного сейчас развернется и я был уверен видишь а я ехал на эту сторону и вот заезжай вот сюда да и мне в них места не хватало а вот интересно и я купил в итоге fiat 500 а вот тут вот рядом прямо с мерседесом стоит масерати это итальянские прикольные машины и я честно даже их не вижу где-нибудь снаружи стоят вот где где например этот масерати стоит наверное она верно если он вот так открывается наверное зайти внутрь туда и там посмотреть вот но нас это не волнует едем прямо сюда давай-давай прямо прямо и налево нет 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 вот сейчас туда на ли мы паркуемся вот тут мы паркуемся вот тут сейчас будет место собственно уже было и ежай и ежай и ежай не волнуйся там еще уже друзья по времени что-нибудь 5 часов 13 5 часов 15 минут 5 часов 15 минут вот может быть не сюда мы не под вон там место отлично бери шире вот в бери шире шире и так туда рез нет вот так не хорошо пожалуйста носом вот еще скажи вот это прямо для меня машин ford какой-то маленький у меня первая машина был ford как он назывался ford да хороший вопрос а то нет алтим это забыл нет нет форт у тебя был тоже серебряная была моя первая машина и я тоже от нее тащилась мы купили когда там был он красивый был 40000 миль и тоже она у меня была новая и прослужила мне порядка почти но она была 46 тысяч и где-то тоже лет шесть мы на ней покатали зачем она умерла просто и все друзья идем за новой машин вот это мы должны забрать ну что друзья вот мы едем на новой светиной ласточки за рулем сейчас я потому что едем мы к дочери к нашим и как бы так но не учебное время не учебное время я подумал ну же ладно я я поведу а светлана уже на свету начнет разбираться читать меню и в общем съездить еще к елене которая не покажет как пользоваться такая вот картинка может быть немножко мы немножко вниз она смотрит чуть-чуть если так приподнять для того что там больше капот чем дорога чуть-чуть отлично отлично вот пока что мы не можем даже карту развернули показать куда-то в бок карта ну да да надо разбираться почему-то нас навигация происходит справа налево они снизу вверх как у нас вот раньше было да да вот покажи едем мы как-то так слева направо и мы не повернуть то что это не тач-скрин как на мая это еще не так как было может быть она тач-скрин и нанесать вот это ты здесь вот эти не тачат и вот тут бывает тоже нет но что мне нравится свет вот этот экран который здесь есть он приподнят и это гораздо лучше чем когда экран вот допустим у меня на машине он спрятан внизу встроен и я должен чтобы на его посмотреть должен вниз посмотреть то есть я должен сильно увести глаза от от дороги да а здесь например совершенно другая картинка 8 часов вечера еще не безумно поздно еще более-менее светло и если бы не тучи вот эти темные жуткие то вообще было бы даже гораздо светлее чем она не вытирается почему не вытирает сама потому что видимо не чувствует что там сильно мокро вот явно нет повернуть чтобы себе себе а почему к себе три точки она стоит на автоматическом режиме я светик не вижу насчет трех точек я смотрю на дорогу поэтому я полагаюсь на тебя на но точно также сейчас ничего не не очищает как она не очищала до того если еще вот а вот теперь я беру это ручной режим ну еще раз но что так не чистила что так вот надо осваиваться дальше все таки сейчас техника становится все более сложной мы поговорили с финансистом целый час мы с ним сидели там чек который финансовые всякие бумаги оформляет при том что в общем не то чтобы нам там много надо было но целый час там с разговорами он показывал всякие опции и можно сказать раскручивал нас на какие-то сервис ну и мы так с ним слово за слово поговорили мужик хороший он объяснил что вот конкретно в этом отделении у них где-то 90 процентов всех денег которые они зарабатывают зарабатывать не на продаже машина на сервисе поэтому главное что они должны сделать с точки зрения компании это чтобы люди обслуживались вот у них там поэтому предлагается много всяких планов причем планы такие знаете они то что называется агрессивно маркетируется то есть предлагают хорошие дискаунты и так далее и мы даже со светланой один такой план прикупили потому что получается такая история то когда машина обслуживается но для того чтобы быть на гарантии а у нас гарантия либо четыре года либо 50 тысяч что раньше кончится но со светиной ездой 50 тысяч у нас лет 15 будет наезжаться поэтому четыре года и раз в год надо прийти на обслуживать иначе не поддерживается гарантия либо это происходит раз в год если человек мало ездит либо это происходит в тот момент когда он наехал 10000 скажем если вы наехали 20000 вы должны два раза в этом году обслуживаться и ну вот у нас есть программа на четыре обслуживания это реально то что нам нужно на те четыре года когда у нас гарантия и вот эти четыре обслуживания там про них известно сколько это стоит если платить из кармана и получается что из кармана это 3000 а если ты купил этот план то тебе вот эти четыре обслуживания будет не 3000 полторы конечно надо сразу отдать полторы но в общем то хотя бы понятно почему ты это делаешь то есть ты экономишь полторы тысячи почему они тебе отдают это за полторы тысячи ну потому что они хотят чтобы у них обслуживался и в общем то как бы задача такая что люди обслуживали чтобы они приходили покупали снова машины чтобы они чувствовали себя хорошо присмотренными то есть у них как бы есть вся мотивация для того чтобы делать людей довольными счастливыми и так далее ну и как бы общая концепция что mercedes обслуживается недешево то есть это не та машина обслуживание которой стоит мало и это как бы люди понимают и и принимают те кто реально покупает машину они как бы принимают что обслуживание не дешево но в данном случае мы вот сэкономили на ближайшие четыре года полторы тысячи там еще предлагали гарантию с четырех лет продлить на 7 и сказали при этом что механические части как раз вот совсем даже и не ломаются а если чего-то ломается то в основном это что-то связано с электроникой сейчас напичкана все электроникой и вот именно с ней что-то происходит или скажем так на уровне электроники они на уровне там механических деталей я могу сказать что то что с нами происходило но это было 15 лет назад покупали или там уже на покупали все 20 у нас как раз чисто механические повреждения тогда не было ну как это было не так много электроники но у меня например санруф перестал открываться у меня в какой-то момент окно левая перестала открывать точнее закрываться я его открыла закрыть не мог да то вдруг мазут какой-то окно там открываешь открыл окно потом закрываешь она выходит все в мазуте такие вещи происходили обшивка вот тряпочка знаете вот здесь на стойке слева тряпочка вдруг раз начинает отслаиваться то есть у меня все повреждения были чисто механическим еще я помню в этом лампочка сзади там где пассажирские сидели там сверху лампочка есть эта лампочка эпизодически без каких-то знаете стимулов с моей стороны это лампочка вдруг зажигалась и вдруг гасло ты помнишь потом как-то она успокоилась я не знаю в общем у меня все повреждения были чисто механические у света и на 36 тысячах что вообще говоря совсем ничто машина проехала 6000 и на 336 тысяч 6 лет я беру она 6 лет каталась и на 36000 пришлось менять трансмиссию она умерла то есть сказать что-то про электронику но правда я особо и не буду то есть я грешит на электронику мы не будем они говорят сейчас с механикой все очень здорово а вот если чего не здорово так это вот не то что не здорово но если сломается говорят они то скорее всего в электронике но мы как бы сказать наш опыт с продлениями гарантий такими продленными планами такой что сколько ты его не берешь а на вару никакого поэтому мы как бы так почесали репу и отказались они там около 4000 хотели там типа 3700 но поскольку мы раньше владели мерседесом и в этом же месте покупали они нам скинули там типа 600 долларов и говорят вот там за 3000 можете взять но мы подумали что мы не будем это противоречит нашему опыту так что не знаю психологически он все пытался понять почему мы говорим опыт такой что не помогает в общем такая история светик мы все рассказали ну и фактически это первая наша запись из новой светиной ласточки и я бы сказал что горизонт и освещение дороги и стекло такое чистое чистое я не знаю как вам вот ребят а я смотрю со своего водительского сиденья и просто балдею вот цветов вот визуального ряда светик у тебя есть такое красиво пока сказать что обзор в этой машине намного лучше чем лекси то есть ты посмотри смотришь назад и таки видишь что там сзади лекси как-то эти окошки были маленькие обзор хорошие зеркала замечательные хорошо знаешь что как раз вот это зеркало то заднего вида надо было бы его подправить так ну хорошо давай мы сосредоточимся на дороге можно уже ну хорошо да мы выключаем камеру цветик давай счастливы ребят до скорой встречи